Идет плодотворная работа, да, действительно уже больше месяца мы как приступили к предсезонной подготовке. Идет хорошая объемная работа, кропотливая. Ребята стараются выполнять и требования, которые предъявляются, и тот объем нагрузок, который предложен. А это действительно довольно серьезный такой, скажем так, да. Плацдарм для того, чтобы создать хорошую базу подготовительную, для того, чтобы в сезоне мы на протяжении всего сезона хорошо выглядели с точки зрения физической подготовки. Ну и, конечно, и другие аспекты мы тоже учитываем. И тактические нюансы, наигрываем какие-то связи. Понятно, что сейчас еще рано говорить о том, чтобы в контрольных матчах наигрывать какой-то стартовый состав. Мы сейчас не разделяем ни на первый, ни на второй состав нашу команду, а мы создаем конкурентноспособную команду, которая бы способна была в том количестве, в котором она есть, скажем так, быть боеспособной, конкурентноспособной командой в чемпионате, чтобы она боролась за самые высокие места. Когда кто-то из ребят где-то из-за каких-то по медицинским показателям где-то не может участвовать в тренировках или в контрольных матчах, это, да, конечно, вызывает беспокойство определенное. Но, опять-таки, это связано в большей степени с обстоятельствами, в которых мы работаем. Да, понятно, что у кого-то есть какие-то ограничения по работе там на синтетике, но в целом мы как бы стараемся все-таки выдерживать тот объем нагрузочных занятий для того, чтобы ребята все-таки набрали, еще раз говорю, оптимальную форму. Ну, а что касается игрового тонуса, то здесь еще раз повторюсь, да, мы где-то будем со следующей недели уже и по две, два матча в неделю проводить, чтобы все-таки каким-то образом те ребята, которые по игровому времени не добрали в контрольных матчах, вот со следующей недели уже будем компенсировать, чтобы они тоже полноценно участвовали и получали определенное игровое время. Поэтому я думаю, что у нас время еще есть и у нас достаточно для того, чтобы и дать игровой тонус ребятам в контрольных матчах, но, естественно, стабилизировать и наиграть уже стартовый состав в первому туру. Олег Евдокимов добавился к нам в команду буквально на днях, я очень хорошо знаю этого футболиста, он начинал у меня еще в футбольном клубе «Минск», когда был совсем юн, вот сейчас это уже зрелый опытный мастер, который, конечно же, добавит нам конкуренции в команде и, я уверен, добавит качество нам в наших действиях командных. Мне прежде всего интересны футболисты, универсальные, которые способны сыграть не только в конкретной позиции, да, действительно, если брать именно игроков середины поля, то у нас достаточно в этом амплова футболистов в команде и, считаю, очень квалифицированных футболистов, но, тем не менее, мы не собираемся использовать только одно тактическое построение, у нас есть задумки все-таки быть более гибкими в тактическом плане, поэтому, с этой точки зрения, то количество ребят, которые у нас определяют игру в середине поля, да, и обладают определенными качествами, плюс их универсализм, способность сыграть не только в середине поля, но и на других позициях, это для тренера очень хороший такой широкий плацдарм для того, чтобы использовать как можно больше каких-то тактических нюансов. Поэтому в этом отношении я считаю, что у нас хороший подбор ребят. Мы, может быть, еще в какой-то степени рассматриваем одного атакующего игрока именно в линию атаки. Опять-таки, не буду там, это не нападающий, это атакующий полузащитник. И, опять-таки, хотелось бы, чтобы то качество и та квалификация, которая бы соответствовала под амбиции нашего клуба Минского «Динамо», то есть соответствовала этому футболисту. Если такой футболист получится у нас еще найти до закрытия трансферного окна, то мы рады будем его приветствовать в нашей команде, чтобы он действительно помогал нам для решения задач. Павел Ситько, значит, предписание медицинского штаба, что он с 1 марта у нас приступит к работе с командой. Но до 1 марта пока ему не рекомендуется тренироваться с командой, хотя он приходит в расположение команды, появляется уже с ребятами, общается, чтобы немножко свою эмоциональную составляющую улучшить. И это очень важно для того, чтобы психологический парень понимал, что он боевая единица нашей команды. Поэтому с 1 марта ждем Пашу уже в строю в нашей команде. Уже в оставшемся отрезке времени до старта чемпионата самое главное, чтобы ребята сохраняли здоровье, чтобы не было травм каких-то невынужденных, которые могут помешать набору оптимальной формы. Вот это самое главное для тренера. Ну и, конечно, второй момент – это то, чтобы они сохраняли и эмоциональное, и такое вдохновение именно в тренировочном процессе продолжать дальше наращивать, скажем так, наши обороты. Потому что сейчас после того объема работы, который мы выполнили, конечно, уже где-то немножко эмоционально есть такая усталость определенная, но хотелось бы, чтобы мы все-таки за этот отрезок времени эту эмоциональную составляющую еще бы приподняли и к старту чемпионата подошли, как говорится, с хорошим боевым настроением. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!